Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Суздалев, и я вас приветствую на канале ProSport, где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки. Сегодня вместе с вами мы будем осваивать классический ход с нуля. Я вам покажу комплекс подводящих упражнений, выполняя которые вы сможете освоить классический ход быстро, эффективно, качественно и, самое главное, правильно. Данный комплекс я даю своим спортсменам, и он уже проверен не одним годом тренировок. Итак, погнали! Прежде чем начать смотреть данный выпуск, я вас попрошу подписаться на наш YouTube канал и на наш Telegram канал. Ссылку вы найдете в описании. Также можно отсканировать QR-код на экране. Это позволяет мне вдохновляться, смотреть то, что моя работа здесь сделана не зря, и в дальнейшем снимать новые ролики. Ну а вы не пропустите новый, интересный, обучающий материал. Теперь переходим к классической технике. Надо понять, что классика является основой всех лыжных ходов. И если у вас только закралась мысль в освоении лыж, то есть вы делаете свои первые шаги, то я вам рекомендую начать освоение лыж именно с классики. Потому что классика максимально близка к человеку, здесь идут все параллельные движения, как в ходьбе, в отличие от конька, где идет диагональное смещение. Классика, она более простая, особенно если вы будете выполнять данный комплекс, который я вам сейчас расскажу. И в дальнейшем, когда вы освоите классику, освоение конькового хода будет у вас происходить гораздо быстрее, поскольку у вас уже будет чувство баланса, проката на одной лыжи, и коньковый ход зайдет гораздо проще. Поэтому начинаем осваивать все лыжные ходы именно с классики. Теперь переходим к самим упражнениям. Давайте я вам расскажу, на чем базируется весь классический ход. Нам необходимо сдавить колодку лыжи. Для этого надо равновенно распределить вес тела по всей стопе. После мы выполняем акцентированное отталкивание ногой и противоположной оттолчковой ноги рукой. При этом усилие должно быть синхронное. Параллельно с отталкиванием необходимо выполнить мах второй ногой и рукой для дальнейшего переноса веса тела на опорную ногу и проката на ней. Если мы выполним все правильно, то у нас будет уверенное одноопорное скольжение, в чем заключается весь классический ход. Если у нас стоит две лыжи на снегу, это уже не одноопорное скольжение, это двухопорное скольжение. И это самая грубая ошибка в классическом ходе. То есть вы не можете скользить уверенно на одной ноге. Поэтому наша задача выполнять отталкивание, выпрямлять ногу в коленном суставе сзади, скользить как можно дольше на опорной ноге и выполнять дальнейшие движения. И сейчас мы будем разбирать подробные упражнения, которые помогут вам освоить все вот эти вот движения. Активный мах вперед, подскок. Подвигаемся вперед вставе и локоть разворачиваем наружу. Упражнения, которые необходимо уметь выполнять каждому лыжнику. А стараемся держать его до последнего момента. То есть вот мы выполнили мах, подседание. То есть выполняем два-три движения и легкий подскок на выносе ноги вперед. Кто только-только хочет начать осваивать классику, я рекомендую вам приобретать лыжи, безмазевые лыжи. Вот как у меня аналог Фишер. Лыжи Твинскин. Здесь есть специальная вставка под колодкой. Так называемый камус. Он же Махер, который обеспечит вам надежное держание при любых погодных условиях. Эти лыжи уже есть в гоночной вариации. То есть на этих лыжах можно соревноваться. И вы просто-напросто забудете про мазь и будете только кататься на этих лыжах. Я считаю, это самый оптимальный вариант для тренировок и для любительских стартов. Потому что можно взять эти лыжи и пойти тренироваться или соревноваться при любых погодных условиях. У меня, например, они всегда лежат в машине. Я на них всегда, то есть выхожу в любое время на тренировку. Не задумываясь о мазе. Первое подойдящее упражнение – это будет самокат. Самокат – это базовое упражнение, которое позволяет нам освоить скольжение на одной лыже. Для этого мы снимаем одну лыжу и убираем ее в сторону. И будем выполнять аналогичные движения, как на самокате. Мы катаемся летом, то есть толкаемся одной ногой и скользим на второй лыже. Все это мы работаем без палок. Подробно упражнение, это подводящее упражнение, самокат, я разбирал на своем YouTube-канале ранее. Обязательно пойдите и посмотрите его. Потому что сейчас я не буду уделять много внимания данному подводящему упражнению. Еще раз скажу, это базовое, и вы должны уметь его выполнять правильно. Когда мы освоили данное упражнение, мы переходим к следующему подводящему упражнению. Оно также называется самокат, но мы его будем выполнять уже на двух лыжах. Мы пристегиваем две лыжи к ногам и убираем палки, и убираем руки. Сначала мы убираем руки за спину, либо ставим на пояс, чтобы нам руки не мешали, и мы могли акцентированно отрабатывать правильное отталкивание лыжей от снега. Здесь основная наша задача – выполнить качественное правильное отталкивание. Для этого мы должны контролировать тот момент, что у нас всегда толчковая нога, то есть стопы. У нас есть одна нога опорная, вторая – толчковая, которую мы выполняем отталкивание. В этом упражнении мы работаем только одной ногой, то есть как на самокате. И наша задача – контролировать постановку толчковой ноги. Она должна ставиться, стопы у нас должны быть либо параллельно, либо в идеале толчковая стопа выходить на опережение. На полстопы, на стопу, кто как может. Это достигается за счет того, что мы делаем акцентированный мах вперед. Поначалу просто можете на месте постоять, попытаться прочувствовать, как у вас лыжа цепляется за снег. То есть встали на две ноги, перенесли вес тела на толчковую ногу и пытаетесь задавить ее, задавить колодку. И прочувствовать, в какой момент вы можете зацепиться лыжей за снег. Скорее всего, это будет тот момент, когда вы давите акцентированно в пятку. То есть вся задача в классическом ходе – нам выполнять акцентированное отталкивание всей массой тела и давить первоначально в пятку. И лишь в конце уже доталкиваться пальцами стопы. Если вы будете пятку не додавливать, либо ее срывать раньше времени, либо выполнять постановку толчковой ноги позади опорной, у вас будет задавливаться передняя часть лыжи. И, скорее всего, у вас будет отдача, потому что вы не сможете задавить колодку лыжи. Лыжи будет просто-напросто простреливать. Поэтому просто поначалу постойте на месте и подавите прям всей массой тела именно в пятку, прям акцентированно. Перенесите вес тела и давите ногой в пятку. Для этого вы должны контролировать положение корпуса. Старайтесь поначалу прям идти, чтобы у вас спина была максимально прямая. То есть лопаточки свели, руки убрали на пояс, либо за спину. Ни в коем случае не валите сильно плечи вперед. Как только вы заваливаете плечи вперед, то вы начинаете смещать вес тела на переднюю часть стопы. И у вас, скорее всего, будет отдача. Поэтому поначалу акцентированно прям работаете. Лопаточки свели, спина прямая и все усилие давите сверху вниз. То есть как бы от макушки, то есть от головы и все усилие в пятку. И, скорее всего, в этом положении вы сможете задавить свою колодку и оттолкнуться лыжей от снега. И потихоньку начинаете выполнять данное упражнение в движении. То есть руки убрали, лопаточки свели, спина прямая. Можете чуть-чуть наглонить плечи вперед. Но поначалу я вам рекомендую работать прям с прямой спиной и акцентированно давить в пятку. Следим за равномерным распределением веса тела по всей стопе. Для этого первоначально акцентированно давим в пятку, чтобы пятку мы не срывали. Также следим за стабильным положением корпуса. Плечами в момент подседания мы не проваливаемся вперед. В момент отталкивания плечами вверх не уходим. Также стараемся держать корпус стабилен, то есть не закручивать его влево-вправо. Когда вы прочувствуете, как вы цепляетесь лыжей за снег, то есть почувствуете, как вы проталкиваетесь, как выполнять правильное отталкивание и пытаетесь зацепиться лыжей за снег. Когда это чувство у вас пришло, вы поработали другой ногой, одной ногой, другой ногой. И теперь можно добавлять уже более правильное движение, то есть работать как бы с самокатом акцентированно. То есть выполнять отталкивание, первоначальное отталкивание, доталкиваться пальцами стопы и обязательно выпрямлять ногу сзади в коленном суставе. То есть выполнили отталкивание, выпрямили толчковую ногу. И ваша основная задача – это прокат. Для проката мы должны выйти на опорную ногу, то есть поскользить на опорной лыже. Для этого мы должны четко перенести вес тела на опорную лыжу, то есть на опорную ногу. Для этого нам необходимо перенести центр тяжести, наш тазобедренный сустав, как бы вперед, потому что у нас центр тяжести находится в районе тазобедренного сустава. Если мы оставим тазобедренный сустав сзади, то мы попадем в такое положение, когда у нас весь тело находится на двух ногах. Потому что когда у нас коленный сустав опорной ноги согнут, мы не можем скользить в этом положении уверенно. То есть поначалу я вам рекомендую выполнить отталкивание и акцентированно прям выпрямлять опорную ногу. Прям полностью старайтесь выпрямить ее, приучить свои мышцы работать вот в этом движении, то есть выходить на опорную ногу. То есть толкнулись, вышли на ногу, толкнулись, вышли на опорную ногу, постояли на ней, толкнулись, вышли на опорную ногу, выпрямили. Если вы изначально зависнете в этом положении и не будете выпрямлять опорную ногу, то в дальнейшем вам будет достаточно проблематично исправить данный момент. Поэтому акцентированно выпрямляем толчковую ногу в коленном и голеностопном суставе и выпрямляем опорную ногу. Плечи можете в этом положении слегка наклонить вперед, чуть-чуть наклонить вперед. Но не надо сильно заваливаться. Если вы сильно завалитесь, то скорее всего вы также не сможете держать баланс, потому что у вас тело перевалится вперед. Когда вы отработали данное упражнение, нам необходимо научиться выполнять правильно мах. То есть после окончания отталкивания у нас нога выпрямляется в коленном и голеностопном суставе. И для следующего движения мы должны сделать акцентированный мах ногой вперед. Если у нас этого маха не будет, у нас будет нога ставиться позади опорной, и мы не сможем выполнить дальнейшее правильное отталкивание. Поэтому прямо на месте постояли, встали, выпрямили ногу в коленном суставе и сделали акцентированный мах ногой вперед. Представьте, что у вас нога – это маятник, и край маятника – это ваша стопа. И все движение должно идти от стопы. То есть вы должны выполнять мах стопой. Ни в коем случае не коленом, потому что многие работают следующим образом. Они выполнили отталкивание, ногу сзади согнули и тащат маховую ногу вперед коленом. Это тоже достаточно грубая ошибка, которую тяжело в дальнейшем исправить. Поэтому акцентированно выпрямили ногу, сделали мах стопой вперед. Стояли вот так вот, поработали на месте. Дальше можно перейти на пологий спуск и отработать это движение, это упражнение в движении. То есть встали в лыжню, едем на спуске и выполняем акцентированный мах. Сделали легкое отталкивание, выпрямили ногу, бросили стопу вперед. Выпрямили ногу, бросили стопу вперед. Выполнили это в движении под спуск и в дальнейшем, когда у нас пришло понимание, мы начинаем выполнять данное упражнение уже на равнине. То есть также отрабатывать акцентированное отталкивание, выход на опорную ногу, выпрямление ноги в коленном, в грязном суставе и акцентированный мах ногой вперед. Друзья, переходите на наш сайт и присоединяйтесь к нашей команде. Вместе с нами вы сможете подготовиться к соревнованиям или улучшить свою физическую форму. На сайте вы найдете еще больше обучающего материала, информацию по предстоящим тренировочным кемпам, сможете записаться на тренировку или приобрести тренировочный план от наших тренеров. А также обязательно посетите магазин с фирменной экипировкой. После того, как мы отработали правильное отталкивание, мах ногой вперед, выход на опорную ногу, в упражнении самокат, мы дадим немного ногам отдохнуть и поработаем только руками, выполним правильную, отработаем правильную работу рук и постановку палок на снег. То есть мы поработаем, выполним подводящее упражнение, называется попеременно бесшажный ход. Наша задача встать в лыжню, лыжа параллельно, стопы параллельно, ноги в коленном суставе выпрямили, лопаточки свели, плечи слегка наклонили вперед, начиная с поясничного отдела. И работаем изолированно рукой в плечевом суставе. Задача данного упражнения отработать правильность работы рук и постановку палок на снег. Палки у нас ставятся строго под острым углом на снег, ни в коем случае мы не ставим палки под прямым углом кисти на ширине плеч, для того, чтобы у нас палки были параллельны друг к другу. Поэтому мы ставим палки максимально близко к лыжам. Если палки ставятся домиком, таким вот образом, таким вот образом, идет неэффективное приложение силы. Рука у нас работает следующим образом. Кисть поднимается до уровня глаз, рука локтем слегка согнута, локоть развернут наружу для формирования жесткого рычага. И мы выполняем ударную постановку палки на снег и продавливаем руку за бедро, выпрямляя руку в локтевом и кистевом суставе, то есть отпуская палку. То есть у нас идет работа вот таким вот следующим образом. Все эти движения мы должны строго контролировать, потому что, если вы сразу не научитесь правильно работать руками и выполнять правильную постановку палок на снег, в дальнейшем будет вам достаточно проблематично переучиться. Контролируем изолированную работу рук в плечевом суставе, то есть ноги у нас в работе не участвуют и корпус тоже. Работает только рука. Рука в локтевом суставе слегка согнута, кисти строго на ширине плеч сохраняют плоскость движения. Палка ставится строго под острым углом, палки параллельно друг к другу. Впереди руку мы поднимаем до уровня глаз чуть выше для ударной постановки. И стараемся продавить руку за бедро в окончании отталкивания, выпрямив в локтевом и кисевом суставе. Поработали попеременно-бесшажным ходом. Теперь немного поработаем одновременно-бесшажным ходом. Подробно я его разбирал на своем YouTube-канале. Обязательно перейдите, посмотрите тот выпуск. Там я достаточно подробно объясняю все нюансы и акценты одновременно-бесшажного хода. И в том числе, попеременно-бесшажного хода. Потому что это достаточно емкий материал, на который сейчас не буду тратить время. Следующее подводящее упражнение мы будем выполнять самокат на двух лыжах, но уже с одной рукой. То есть, одну руку мы убираем за спину и выполняем движение одной рукой. То есть, мы будем выполнять отталкивание правой ногой и мах правой рукой. То есть, движение будет таким вот следующим образом. Также, поначалу, постойте просто на месте, отработайте вот это движение. То есть, правильное отталкивание, вынос ноги вперед, то есть, у вас стопа ставится вперед, выпрямляется в коленном и глиностопном суставе. И самое главное, вы делаете акцентированный мах рукой. Рука у вас в данном упражнении работает фактически прямая, то есть, вы ее прям полностью упрямляете в локтевом и кистевых суставах. И выполняете свободные акцентированные махи. Назад вы уводите руку максимально далеко и выполняете акцентированный мах рукой вперед и отталкивание ногой. Старайтесь, чтобы в момент выноса руки у вас кисть поднялась примерно до уровня глаз. Можно чуть выше. То есть, мы не должны тянуться сильно вперед за рукой. Если мы потянемся сильно вперед за рукой, мы завалим корпус. Если мы потянемся сильно вверх за рукой, у нас также плечи уйдут вверх. Наша задача в данном упражнении толкнуться и попасть как бы в фазу проката. То есть, выйти на опорную ногу. Для этого мы должны плечи слегка наклонить вперед и скользить в этом положении. Опять акцентированный мах и скользим. То есть, мах рукой у нас должен совпасть одновременно с отталкиванием ногой. То есть, мы должны как бы синхронизовать инерцию маха руки и отталкивания ноги. Если у вас это движение совпадет, то вы будете уверенно скользить. Контролируем максимальное отведение маховой руки за бедро и выполняем мах прямой рукой одновременно с отталкиванием толчковой ногой для дальнейшего перехода на опорную ногу и проката на ней. Не забываем про контроль положения корпуса. Так поработали одной рукой, поработали другой рукой и теперь мы начинаем выполнять упражнение уже с двумя руками. Потому что если поначалу вы начнете сразу работать с двумя руками, как бы вашим вашей голове, вашим мозгам будет достаточно проблематично собрать эти движения. Поэтому я вам рекомендую изолированно работать сначала с одной рукой. Когда вы поймете как это делается, перейти на работу с двумя руками будет гораздо проще. Мы выполняем аналогичные движения, то есть мы будем протолкаться самокатом одной ногой и выполнять махи двумя руками. Наша задача, то есть так, все то же самое. Одну руку мы выводим назад, вторую руку мы выводим вперед. Спереди у нас рука поднимается до уровня глаз. Можно слегка согнуть руку в локтевом суставе. Сзади мы руку контролируем и максимально отводим назад. И выполняем акцентированную смену рук и отталкивание ногой. То есть у нас идет мах одной рукой вперед, другой ногой, другой рукой назад. И одновременно отталкивание ногой. И также мы выходим, попадая в фазу проката, выходя на опорную ногу. Следим за положением корпуса, лопаточки у нас введены, плесени слегка наклонены вперед. Обязательно акцентированно контролируйте маховую руку, потому что рука, которая у нас уходит назад. То есть у вас все движения будут свободные, поскольку у вас ноги адаптируются под работу рук. И как у вас будут работать руки, так у вас будут работать ноги. Если у вас движения будут такие все куцые, либо затянутые, у вас соответственно будет такое же отталкивание и такой же прокат. Поэтому наша основная задача контролировать свободный мах руками. Можете прямо на месте постоять, двумя руками поработать, проконтролировать все эти движения. И потом уже собирать все это в движении. То есть когда мы едем на лыжах. Обязательно еще раз скажу мах, мах, мах рукой вперед, потому что это дополнительная инерция. Когда вы будете делать правильно, вы почувствуете, что мах рукой вам дает дополнительные движения и вы можете уже уверенно скользить. Следим за акцентированной сменой рук. То есть все движения должны быть резкие и размашистые. Впереди руку поднимаем примерно до уровня глаз. Рука, которая находится сзади максимально отведена за тазобедренный сустав и выпрямлена в локтевом и кистевом суставе. И выполняем одновременную смену рук с отталкиванием ногой для дальнейшего выхода на опорную ногу и прокате на ней. Не забываем про контроль выпрямления толчковой ноги в коленном или стопном суставе. Мах прямой ногой вперед для опережения маховой стопы опорной стопы и контроль положения корпуса. Продолжение следует... упражнение когда вы освоили самокат с двумя руками без палок нам можно переходить к следующему упражнению и брать одну палку в руки и выполнять тот же самый самокат но мы здесь уже будем работать с одной рукой. здесь все то же самое у нас должно быть диагональное движение то есть мы будем выполнять мах рукой отталкивание ногой и как бы подхватывать и помогать себя рукой с палкой будем работать изначально правой ногой выполнять отталкивание правой ногой для этого мы левую руку поднимаем чуть выше то есть палку отрываем от снега контролируем угол посылки палки на снег и вторую руку уводим за бедро и будем как раз выполнять эти движения мах рукой с отталкиванием ногой также постояли на месте попробовали поработали потому что сразу поймать то есть собрать это упражнение движения вам будет достаточно проблематично и постепенно такими легкими движениями мы пытаемся собрать то есть выполнять правильное отталкивание ногой и правильную постановку палки на снег и отталкивание рукой если вы сразу это не можете собрать начните просто выполнять с такого легкого шага и потом постепенно когда у вас картинка в голове соберется уже выполнять более акцентированное отталкивание рукой потому что рука вам помогает выйти на опорную ногу то есть ваша основная задача это синхронизовать отталкивание ногой и отталкивание рукой то есть у вас рука не должна переезжать ногу не должна от нее отставать потому что многие пойдут и будет у них такой рассинхрон то есть нога будет отталкиваться отдельно от руки это достаточно грубая ошибка нужно ее сразу контролировать и исправлять если вы синхронизуете отталкивание руки и ноги то у вас получится правильно и эффективно выйти на опорную ногу то есть вы как бы ваш тазобедренный сустав после подседания и отталкивания будете подхватывать рукой и сможете как бы отсюда как бы из катапульта выстреливать тазом вперед это наша основная задача то есть выполнить отталкивание и подхватить таз вперед то есть не зависнуть в этом положении когда у вас таз останется сзади поэтому вы должны контролировать правильность работы руки которая у вас с палкой обязательно палку ставим подосным углом и стараемся максимально продавить руку за бедро чем у вас длиннее свободное движение рукой тем вы сможете легче и эффективнее выйти на опорную ногу контролируем правильность работы рук у нас должна быть акцентированная смена рук рука впереди которая находится с палкой выносится до уровня глаз чуть выше контролируем правильность постановки палки на снег выполняем ударную постановку палки и стараемся продавить руку за бедро все это движение должно быть одновременно с отталкиванием ногой и махом свободной руки вперед еще одно еще одно очень хорошее подводящее упражнение мы берем две палки в руки и работаем самокатом то есть выполняем движение одной ногой и работаем двумя палками то есть все имитируем правильность работы наших рук и отрабатываем правильное отталкивание контролируем работу рук акцентированная смена рук максимальные свободные размашистые движения контроль постановки палок на снег палки ставится строго под острым углом и синхронность отталкивания рукой и толчковой ногой и теперь переходим к следующему подводящему упражнению это будет одновременно одношажный классический ход палки мы убираем в стороны сейчас будем работать одновременно одношажным ходом то есть это одновременный ход как мы выполняли ранее только мы здесь добавляем отталкивание поначалу одной ногой то есть наша задача выполнить отталкивание одной ногой одновременно с махом руками вперед фактически у нас здесь присутствует всего два движения одно движение это мощное отталкивание ногой с махом руками вперед то есть мы вынесли руки вышли на опорную ногу в этом положении скользим следим за тем чтобы у вас нога после окончания отталкивания выпрямилась в колено в глиностромном суставе руки поднялись до уровня глаз кисти были на ширине плеч и второе движение это акцентированный мах руками назад то есть навал на палке и мах ногой вперед раз выпрямились два навалились раз выпрямились два навалились раз выпрямились два навалились обязательно следим за тем чтобы у вас работали не только руки многие начнут выполнять это движение вот таким вот образом то есть они руками и ногой работают а корпус в движении у них не участвует акцентированно старайтесь выпрямлять спину сгибать спину выпрямлять спину сгибать спину то есть чтобы у вас мышцы сразу привыкали к правильному движению потому что когда в дальнейшем возьмете палки в руки вы будете работать логичным образом если сразу не включите работу спину поэтому контролируйте данное движение стараемся выполнить акцентированный мах руками вперед одновременно с отталкиванием толчковой ногой для выхода на опорную ногу кисти в момент выноса рук должны быть примерно на уровне глаз может быть чуть выше дальше мы скользим на опорной ноге и выполняем активный мах руками назад то есть на вал на палке вместе с корпусом одновременно с махом прямой ногой вперед следим за тем чтобы маховая нога опередила опорную поработали так одной ногой поработали другой ногой именно изолированно работаем одной ногой потому что сразу собрать движение со смены ног вам будет достаточно проблематично когда вы поняли как работают у вас изолирована левая изолирована правая нога можно уже добавлять работу то есть убирать одновременно одношажный ход без палок в полной координации то есть со сменой ног на Дальше мы берем одну палку в руки и выполняем одновременно одношажный ход с одной палкой. То есть мы будем идти, меняя ноги, и выполнять отталкивание руками к корпусу, но с одной палкой. При работе мы должны следить за тем, чтобы у вас была синхронная работа рук, то есть кисти выносились правильно, то есть рука с палкой и свободная рука, кисти были на уровне, поднимались до уровня глаз, были на ширине плеч и сохраняли плоскость движения, то есть руки уводились правильно назад. Для контроля плоскости движения вы можете коснуться большим пальцем бедра. Если плоскость движения у вас нарушается, руки у вас уходят назад в стороны, либо вы руки сводите перед собой. Это как раз называется нарушение плоскости движения. Всегда у нас кисти должны быть на протяжении всего движения параллельны друг к другу. Палку сзади мы должны отбрасывать, то есть кисть расслаблять, палка должна быть как бы продолжением руки. И поработали одновременно одношажным ходом с одной палкой одной рукой, другой рукой. И теперь переходим к следующему подальшему упражнению. Следим за синхронностью работы рук. Рука с палкой и свободная рука должны работать идентично, то есть у нас не должно быть разноименной работы. Как в момент выноса, так и в момент отталкивания руками. Также не забываем контролировать синхронность движений. То есть момент выноса рук должен совпасть с моментом отталкивания ногой. И момент навала на палку должен совпасть с махом ногой вперед. В следующем подводящем упражнении мы будем собирать работу ног, то есть ногами работать попеременно. То есть наша основная задача понять, как у нас ноги работают попеременно, как мы цепляемся за снег. Потому что если вы сразу пойдете, будете пытаться собрать движение, вам будет выполнено достаточно проблематично. Поэтому мы руки убираем за спину, стараемся корпус максимально выпрямить. Лопаточки свили, прям акцентированно выпрямили спину. И пытаетесь поначалу выполнять легкие прыжочки. Легкие прыжочки с небольшим продвижением вперед. Не надо прям стараться сразу сильно прыгнуть вперед. Наша основная задача в этом подводящем упражнении – почувствовать, как мы толкаемся правильно лыжи от снег. Поэтому мы выполняем такие прыжки как бы на пятках. То есть пытаемся пяткой зацепиться за снег и выполнять прям легкое, короткое продвижение вперед. Когда вы поймете, как вы правильно работаете ногами, меняете ноги, выполняете правильное отталкивание, мы будем выполнять следующее подводящие упражнения. Будем работать на пологом спуске. Также руки убираем мы за спину. И ногами работаем попеременно. Но здесь уже будет наша основная задача – выполнить правильный мах ногой вперед. То есть мы работаем под спуск. Ногу после окончания отталкивания выпрямляем в коленном и глистокном суставе. И выполняем акцентированный мах. То есть у нас идет смена ног именно за счет маха. Контролируем акцентированный мах ногой вперед. После окончания отталкивания ногу упрямляем в коленном и глистокном суставе. И стараемся сделать активный мах стопой вперед, чтобы стопа маховой ноги оказалась либо параллельна с опорной ногой, либо чуть на опережение. Но ни в коем случае не осталось сзади. И не забываем про контроль положения корпуса. Работаем мы под спуск, потому что на спуске у нас есть динамика. И нам не нужно концентрировать внимание на отталкивании ногой. Вы скользите и попутно выполняете именно акцентированную смену ног махом. То есть махом ногой вперед. Здесь мы меняем положение корпуса. Плечи мы должны слегка наклонить вперед, чтобы у вас было устойчивое положение. Старайтесь всегда скользить, чтобы у вас опорная нога была слегка согнута. Прям чуть-чуть согнута. Не надо ее сильно сгибать, не надо ее выпрямлять. И старайтесь именно отработать именно этот правильный мах ногой вперед. Именно на спуске. Когда вы поняли, как правильно вы выполняете такие легкие прыжочки на месте, когда вы отработали смену ног махом на спуске, можно переходить к следующему упражнению. Уже собирать движения по переменным ходам по равнине. Но мы будем работать с одной рукой, поскольку сразу собрать работу двух рук будет достаточно проблематично. Наша задача собрать работу двух ног и одной маховой руки. То есть выполнить синхронное отталкивание толчковой ногой и мах рукой вперед. И дальнейший мах рукой назад одновременно с отталкиванием другой ногой. Проблематично. Одну руку мы выбираем за спину и начинаем работать шажным ходом только с одной рукой. Ксентированно следим за тем, чтобы у вас рука работала правильно. Все движения были достаточно свободные и размашистые. То есть руку поднимаем спереди до уроня глаз, назад руку уводим максимально за бедро, то есть упрямляя ее в локтевом и кистевом суставе. Когда у вас движение соберется, вы поработаете одной рукой, поработаете другой рукой, и уже можно будет собирать попеременно двухшажный ход именно с двумя руками. То есть также можете начать с пологого спуска. Основная задача – контроль движения рук. Движения рук максимально свободные, максимально размашистые. То есть впереди руку поднимаем до уровня глаз, либо чуть выше. Сзади рука у нас отводится, зад и за бедро сустав максимально далеко. При этом рука выпрямлена в локтевом и кистевом суставах. И стараемся собрать мах руками одновременно с работой ног. Поработать на махе, то есть прочувствовать, как вы именно проталкиваете ногу после окончания отталкивания вперед. И потом уже переходить на равнинный участок и собирать все движения. То есть отталкивание, мах и акцентированную смену рук. При движении по равнине без палок мы контролируем в первую очередь работу ног. То есть у нас должны быть правильные отталкивания. Распределяем вес равномерно по стопе, давим акцентированно бедром в пятку и в конце наталкиваемся пальцами стопы, выпрямляя ногу в коленном и для собственного сустава окончание отталкивания. К этому мы добавляем свободную работу рук, то есть движения максимально свободные, максимально размашистые. Впереди руку поднимаем до уровня глаз, назад руку, отводим максимально свободный сустав, выпрямляем в локтевом и кистевом суставах. И не забываем про акцентированное смещение веса тела вперед, то есть в забедных суставах момент проката должен оказаться фактически над стопой. После этого мы переходим к следующему подводящему упражнению. Мы берем одну палку в руки и работаем по перемену двушажным ходом с одной рукой. То есть у нас одна рука с палкой, вторая рука у нас свободная. Контролируем постановку палки на снег. Палка ставится под острым углом, палка находится максимально близко к лыжи, кисть, проекционное плечо. Не так ставим палку, не так. Именно нормальная постановка палки. И выполняем свободные движения. Свободные, размашистые движения, контролируя отталкивание, выпрямление ноги в коленном и кистевом суставе и акцентированный мах с опой вперед. Поработали таким вот образом. Одной рукой, другой рукой. Дальше мы берем две палки. Взяли мы две палки в руки и будем делать следующее подводящие упражнение. Мы не пойдем сразу работать на равнину, а поработаем под спуск, отработаем правильность на работе рук с палками. Работаем под спуск на динамике. Контролируем работу рук. Движение рук максимально свободное, максимально размашистый. Впереди кисть поднимаем до уровня глаз. Назад. Вводим руку максимально за тазобедренный сустав, упрямляя руку в локтевом и кистевом суставе. Также не забываем про контроль положения палок. Впереди палку выносим под острым углом. Назад. Прямо заталкиваемся рукой. Кисть расслабляем. И палка должна быть как бы продолжением руки. Не поднимаясь вверх. С палками. То есть наша основная задача проконтролировать вынос палки. Чтобы у нас палка выносилась под острым углом. Правильность работы рук, чтобы у нас рука уходила за бедро, выпрямлялась в локтевом и кистьевом суставе. И кисть расслаблялась, и палку мы отбрасывали. Поработали вот таким вот образом под спуск на свободном махе вместе с ногами. То есть мы идем, выполняем движение. Под спуск обязательно. Когда вы поняли, как вы работаете по перемену двушажным ходом без палок под спуск, можно уже переходить на равнину и на равнине отрабатывать по перемену двушажный ход. И одновременно одношажный классический ход. Друзья, я в принципе вам показал все подводящие упражнения, которые я даю своим спортсменам для освоения классического хода. Упражнения я считаю достаточно эффективными и позволяют быстро освоить классический ход. Берите их на вооружение, включайте ее в свою тренировочную программу, выполняйте их обдуманно, то есть контролируйте все движения. Ни в коем случае не торопитесь, потому что спешка будет сбивать вас, и вы не сможете освоить технику правильно. Контролируйте все движения, не торопитесь, и постепенно вы, выполняя данное упражнение, сможете достаточно быстро освоить классический ход. Надеюсь, данный выпуск понравился вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь на них обязательно ответить. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, поставить длину выпуску, лайк, если вам понравилось. Ну и все, тренируемся, развиваемся и не забываем про спорт. Субтитры сделал DimaTorzok